Итак, ребятки, сегодня занимаемся монтажом пластиковых подоконников. Уже мы подоконнили сам подоконник. Да, это у нас дачный участок. Вот здесь у нас будет идти гофра, по которой идут провода. И все это дело будем сейчас мы красиво монтировать. Обои будут приклеиваться, так что погнали. Первое, что нужно сделать, это проверить по периметру в изделии сформирован пенный шов и все ли у нас в порядке с окном. Есть у нас еще ветровая защита обычная. Ткань такая специальная наклеивается. Но в данном случае домик летний. Вот зимой здесь практически никто не живет. Поэтому снаружи мы ветровую защиту сделали. Внутрь мы ничего делать не будем. Вот, сейчас нам нужно задать уровень нашего подоконника. Толщина самого подоконника 2 сантиметра. Соответственно, чтобы он плотненько прилегал у нас к окну, делаем тоже импровизированный маячок из саморезов. Сейчас мы их ровненько поставим, чтобы был узор 2,2 примерно миллиметра между саморезом и санимкой. Итак, выставляем лазер по нижней кромочке нашего окна. И вкручиваем саморез и фразерный маячок примерно 2,2 на 2 сантиметра 2-3 миллиметра. Таких мы вкрутим 6 саморезов на всю нашу площадь. Чтобы проще было не кириться, можно сразу же сделать отметку на бите, на своей, да. То есть, видим, у меня между наклеечкой биты начало металлической части примерно 1 миллиметр. Это и будет у нас символизировать о том, насколько глубоко закручивает наш саморез. Один маячок будет подпорочный, второй и вот здесь третий. Вообще, вот эти саморезы можно включить по задней части и по передней в произвольной форме. Не обязательно, чтобы они были в линеечку, но для перфекционистов, конечно же, крутите в линеечку. Саморезы как подпорки и пены. Сейчас будем заполнять полностью все пустоты под подоконником. Предварительно придавливаем весом каким-то. Я использую кирпичи. Ну вот, друзья, такой результат у нас. Итак, ребятки, пришло время пластиковых откосов. Теперь, что нужно сделать, это прикрутить направляющую палочку к самораме. Крутится оно вовнутрь через саморезы в народе клопы. Расстояние через 10-15 сантиметров. Расстояние от стены до края откоса выбирайте уже сами. Должно быть оно минимальное. Я сориентировался по краешку, где заканчивается у меня оконная рама. Окошко у нас ровненько установлено, так что край окна у нас был ориентир. Но можно сделать нахлёст чуть побольше, если вы планируете утеплить, допустим, откос. Так, сами пластиковые откосы мы уже встали в направляющий профиль. И для того, чтобы это было делать удобно, то пользуемся шпателем. То есть, засовываем шпатель в направляющий профиль и отгибаем его в сторону, чтобы было удобно вставить сам откос. Таким вот образом. Отгибаем и расходим уже. До самого вверх. Сейчас нам нужно будет обрезать лишнюю часть нашего откоса. И для того, чтобы это сделать правильно, поскольку стена у нас вот эта неровная, мы просто по стене прикладываем наш фломастер и вводим до самого вверх линию. Фактически получается изгиб самой стены. Вот так вот доверх. Ну вот, друзья, такой результат у нас. Можечки. Получился. И здесь все красиво. Эти места под силиконем. Здесь примыкание тоже вроде силикона. Хотя, в принципе, и так. В общем. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok